Чрезвычайную ситуацию объявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще 15 районах края. Введение такого положения связано с повышенной угрозой паводков в городах и районах. Несмотря на переменчивую погоду, специалисты озвучили прогноз на ближайшее время, и он оказался неутешительным. В Амуре уровень воды может подняться до 5-6 метров. В связи с этим члены фракции «Единая Россия» Законодательной Думы Хабаровского края направили соответствующее обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева. В региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда необходимо включить многоквартирные дома, признанные аварийными в результате наводнения. Какие еще меры сегодня предлагают власти для того, чтобы справиться со стихией? Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок прошлых лет? Давайте обсудим в студии Сергей Сокуренко, председатель комиссии по вопросам строительства ЖКХ и ТЭК, Законодательной Думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия», член Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сергей Алексеевич, доброе утро. Вот согласно действующему закону, вот такие дома, которые пострадали, многоквартирные дома, которые пострадали от наводнения, они, получается, не включены в программу переселения? Ну, действительно, сегодня, согласно действующей редакции закона о фонде содействия реформирования ЖКХ, в него включаются только дома, подвержены физическому износу. Поэтому, к сожалению, это сегодня мероприятие упущено, на это обращают внимание и коллеги из других регионов, я думаю, в ходе передачи мы это обязательно обсудим. Поэтому здесь, ну, расселение таких домов происходит крайне медленно, в связи с тем, что это, я напомню, полномочия все-таки муниципальных образований, а бюджетную обеспеченность муниципальных образований мы знаем, и она оставляет желать лучшего. Поэтому мы с коллегами из других регионов сегодня ищем пути решения этих проблем. А вот как появилась данная инициатива, и что предлагают краевые парламентарии? Вот, когда я говорил о коллегах, это коллеги из регионов, и мои коллеги из фракции «Единая Россия», где мы обсудили весной этого года одну из инициатив наших, я говорю, коллег из Карелии, которые обозначили свою проблему и предлагают расширить этот перечень мероприятий, связанных с пожарами. Мы, изучив сегодняшнюю ситуацию у них в регионе, имея свой опыт 2013 года, вы помните, да, с нашим крупномасштабным наводением, сегодняшнюю историю в Иркутской области, безусловно, не остались в стороне, и уже весной, я уже сказал, мы начали инициировать решение этого вопроса снова по расширению вот этого перечня уже другим мероприятиям, а именно мероприятиям со стихийными бедствиями, в данном случае наводнениями. Поэтому и созрела такая инициатива, инициатива направлена на то, чтобы облегчить нагрузку региона и муниципальных образований, которых я искал. То есть мы ищем инструменты вместе с правительством края, ищем инструменты решения вопросов наших жителей. Для нас это как было, так и остается приоритетом. Ну, получается, что если дома уже пострадали от наводнения, то они должны включаться в этот фонд, да, получается, вот так? Вот как раз сегодня история заключается в том, что они не включаются. А инициатива? А инициатива заключается в том, что да, чтобы появились, наряду с физическим износом, появились такие критерии, как, ну, снова же, коллеги в Карелии, это пожары, ну, и не только у них, да. А мы говорим о стихийных бедствиях, связанных, ну, в данном случае, с наводнением. Потому что, ну, вот у нас 13-й год, сейчас у нас не самая благоприятная ситуация, к сожалению, на Амуре. Вы это знаете, достаточно активно обсуждаете и освещаете в своем эфире. Я думаю, это важная составляющая всей нашей информационной политики, я имею в виду доведение этой информации до населения. Очень важные дела, которые вы делаете. Ну, мы помним и 13-й год, и вообще проблема подтопления, это такая достаточно сезонная штука, и мы не можем предугадывать, когда поднимется Амур до определенного уровня. Нам остается только ждать, да, природа чего-то. Но что нам делать, чтобы мы не столкнулись с проблемой, которую мы уже помним и видели в 13-м году, опять-таки? Ну, смотрите, на самом деле мы должны в любой ситуации, не только в экономической, моделировать те или иные ситуации в жизни. Ну, я, наверное, не открою секрета, но скажу, любой закон не догонит настоящую жизнь. Его пишут тоже люди, и мы же его поправляем. Что касается того, чтобы упредить какие-то истории, ну, снова же, имея опыт, 13-го года мы в крае приняли закон с коллегами снова же по фракции «Единая Россия», мы тогда инициировали его принятие, связанное с запрещением ведения строительства на тех территориях Хабаровского края, где, собственно, существовали наши садоводческие участки, еще какие-то объекты, которые попадали, так или иначе, в зону затопления. Без технических сооружений там введение нового строительства невозможно. Я хотел бы, конечно, в этом смысле обратиться и сейчас к нашим гражданам, к нашим жителям с тем, чтобы они, ну, ответственно отнеслись к той информации, которая сегодня доводится по линии гидромедцентра, по линии МЧС, по линии правительства, по вашей линии. Мы сообщаем, наша обязательность сегодняшней истории, мы видим это тоже, именно общение с жителем на тех территориях, которые сегодня подвержены обстановке, ну, в преддверии паводка. Даже на территории Хабаровска, вы знаете, с сегодняшнего дня введено чрезвычайное положение, вот, поэтому я буквально, вчера мы встречались, и на примере моего избирательного округа, Кировского района, там тоже уже Правобережная улица, три дома, 13 жителей потенциально подвержены, вот, к сожалению, этим неблагоприятным условиям. И я еще раз, пользуясь случаем, прошу, уважаемые коллеги, поезжайте на места, я имею в виду депутата, повстречайтесь с ними, обязательно промониторьте и помогите людям. Спасибо большое, но мы все-таки будем надеяться, что минуют нас все эти проблемы, минут, и все-таки Амур будет на том уровне, который без опасных для жителей Речиона. Ну, если есть минутка внимания, то, конечно, я как член комиссии, которой вы сказали, что чрезвычайная ситуация, мы моделируем эту ситуацию, но хотел бы сказать, что моделируемая сегодня ситуация, она находится в пределах все-таки не более 6,5. а метров, а не тех 8, которые нам принесли те последствия, которые были. Поэтому все же сегодня речь идет о других цифрах и других последствиях. Надеюсь, не тех, которые были. Сергей Алексеевич, спасибо большое, удачи вам в вашей работе. Сергей Сокуренко был в студии, председатель комитета по вопросам строительства ЖКХ и ТЭК, законодательной думы Хаваровского окрая, член фракции «Единая Россия», член комиссии по чрезвычайной ситуации.